Блиц-разбор. Я не ошибаюсь, у нас не будет дежавю. Как-то так получилось, что вы опять на сцене. Итак, научный сотрудник отдела гипотологии Московский клинический научный центр. Вам теперь, наверное, вообще легко будет выступать, и теперь вы первые, и вас никто не будет, наверное, останавливать. Аутоиммунные заболевания печени, правильный диагноз и адресная терапия. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, позвольте представить вашему вниманию доклад на тему аутоиммунных заболеваний печени, правильный диагноз и адресная терапия в рамках нашего симпозиума. Итак, мы поговорим об аутоиммунном гепатите. Клинические характеристики аутоиммунного гепатита таковы, что это заболевание, которое имеет бимодальное распределение по возрасту. Пик заболеваемости отмечается в пубертатном периоде и в возрасте 40-60 лет. При этом женщины болеют достаточно чаще, чем мужчины. Клинически он имеет несколько форм. Фульминантный гепатит, это встречается, к счастью, достаточно редко. Гепатит с острым желтушным началом и переходом в хроническую форму. Достаточно часто гепатит имеет стертое течение со стеническим синдромом гепатомегалии и латентное течение до стадии осложнения, до стадии продвинутой заболевания печени. То есть уже до цирротической стадии таких пациентов также достаточно много. Очень часто данное заболевание имеет также внепеченочное проявление, имитацию других заболеваний и сопровождается повышением температуры тела. Очень немаловажным является то, что признаки цирроза печени при первичном обращении наблюдаются уже у 25-30% пациентов. Итак, правильный диагноз. На чем основывается правильный диагноз аутоиммунного гепатита? Во-первых, это аутоантитела. То есть любой гепатит с подозрением на аутоиммунность должен сопровождаться выполнением определенных иммунологических проб. Напомню, что при аутоиммунном гепатите чаще всего мы выявляем антинокулярные тела и антитела гладкой мускулатуре. При этом антинокулярные тела, в принципе, выявляются чаще всего. И при аутоиммунном гепатите второго типа мы выявляем антитела к почечно-печеночным микросомальным элементам. Все остальные аутоантитела также могут повышаться при аутоиммунных гепатитах, но мы с ними сталкиваемся достаточно редко, за исключением пианса. Потому что у нас достаточно много пациентов с первичным склерозирующим холонгитом, и эти аутоантитела повышаются также еще при данной нозологии. Итак, правильный диагноз помимо аутоантитела еще основывается на системе больной. Что входит в больную систему? Во-первых, это лабораторные маркеры, как биохимические, так и иммунологические. Также нам помогают в этом критерии, основанные на патоморфологических изменениях. Ответная реакция на лечение имеется в виду иммуносупрессивная терапия. А также данные анамнестические о злоупотреблении алкоголем, о наличии и отсутствии вирусных гепатитов. По системе баллов первичный пациент, набравший 15 баллов и более, рассматривается как наиболее вероятный пациент на верификацию диагноза аутоиммунного гепатита. Если 10-15 диагноз может иметь место, а если меньше 10, то диагноз аутоиммунного гепатита маловероятен. На самом деле в нашей рутинной клинической практике мы используем упрощенный вариант, в состав которого входят только данные об аутоантителах, данные об иммуноглобулине G или гамма-глобулине, морфологическая картина интерфейс гепатит, то есть пограничный гепатит и данные о наличии и отсутствии вирусных гепатитов. Итак, какие же основные тезисы о адресной терапии в современной практике гепатолога и гастроэнтеролога? Старт терапии при аутоиммунном гепатите обязательно подразумевает оценку заболевания по совокупности клинических, лабораторных и гистологических маркеров. Обязательно принимаются во внимание внепеченочные проявления аутоиммунного гепатита, а также перекрестные заболевания и имеющиеся сопутствующие патологии. Самый важный тезис, что все пациенты с аутоиммунным гепатитом нуждаются в терапии. Вопрос только, какими препаратами, в каких дозировках и какие сроки терапии. Доза препаратов варьируется в зависимости от активности заболевания. Также немаловажным является в терапии аутоиммунных гепатитов элемент ремиссии, с которым возникает всегда очень много вопросов. Так вот, минимальный срок для оценки ремиссии после старта терапии при аутоиммунном гепатите – это 6 месяцев. Гистологически обязательно нужно оценивать индекс гистологической активности, лабораторную нормализацию ферментов цитоли за иммуноглобулины G, и при решении вопроса о том, достиг ли пациент или не достиг ремиссии, обязательно проведение биопсии печени. Современные подходы к адресной терапии основываются на следующих моментах. На основании данных по 2015 года Европейского общества по изучению печени весь смысл терапии аутоиммунных гепатитов в начале активном, с целью минимизации бессмысленных и поддерживающих доз. Наши европейские коллеги предлагают нам в качестве стратегии выбора монотерапию системными глюкокортикостероидами, в частности преднизолоном, в дозе 0,5-1 мг на килограмм. Чаще всего это или 60, или 100 мг преднизолона. Очень интересный момент, что присоединение азотиоприна считается целесообразным в случае получения положительного ответа уже на монотерапию глюкокортикостероидами. В случае неэффективности проводится терапия секонд-лайн, второй линии, и в качестве препарата выбора терапии второй линии используют известный препарат Селсепт или микофеналатомофитил в дозе 2000 мг. В случае фульминантного течения гепатита рассматривается обязательно вопрос трансплантации печени. Позвольте представить вам после информационной части клинический пример. Наш пациент 1990 года рождения в 2011 году поступил тогда еще в Институт гастроэнтерологии с жалобами на астенический синдром и боли в правом подреберье. Из анамнеза известно, что в течение трех суток имели место эпизоды повышения температуры максимум до 38 градусов Цельсия. При поступлении в биохимическом анализе крови повышены ферменты цитолиза, щелочная фосфатаза, повышен билирубин до четырех норм, пограничное значение антинукулярных антител, иммуноглобулин G две верхних границы нормы, гаммоглобулин до 24 при норме, опять же, 18, вирусный генез гепатита был исключен, и по данным общеклинического анализа крови отмечалось незначительное снижение гемоглобина. Функционная биопсия печени по желанию пациента на том этапе не проводилась. Итак, соответственно, по нашей шкале данный пациент набрал 6 баллов, вероятен аутоиммунный гепатит. Как я уже сказала, функционная биопсия печени не проводилась. Без гистологического исследования пациенту была назначена терапия стартовая преднизолоном в дозе 60 мг в сутки. Был в дальнейшем получен биохимический ответ на данную терапию, которая заключалась в снижении цитолитических ферментов с 12 до 3 верхних границ нормы. Постепенно снижалась доза до 20 мг в сутки, и в дальнейшем пациент отменил полностью глюкокортикостероидную терапию. В феврале 2012 года наступило ухудшение состояния, повышение температуры тела, боли, отечность в суставах. В Институте ревматологии 12-летнему пациенту исключали болезнь стила и диагностировали в итоге данную патологию. Проводилась терапия метод Рексатом и Метипредом. По биохимическим пробам в тот момент у него наблюдалось повышение трансаминаз до 6-7 норм. В последующем аномнистический диагноз болезни стила у пациента был исключен, и артрологии пациента больше не беспокоили. С целью дообследования именно уже в рамках заболевания печени, в последующем, через несколько месяцев, он был повторно госпитализирован к нам в Институт гастроэнтерологии. Отмечалось повышение ферментов цитолиза до 6-ти норм. Антинуклеарные антитела в СИТРе 1 к 320 при норме 1 к 40. По данным УЗИ была выполнена гепатомегалия. В эту госпитализацию удалось провести гистологическое исследование. На данном слайде представлена гистологическая картина препарат печени, хронический портальный, перепортальный, лобулярный гепатит, высокой степени активности, А3 и умеренный фиброз, F2, пометавир. У пациента отмечалась выраженная перепортальная инфильтрация лимфоцитами, плазмоцитами, отмечались ступенчатые некрозы гепатоцитов, умеренные перепортальные фиброзы, и все вышеуказанное не противоречило диагнозу аутоиммунный гепатит. Соответственно, по нашей шкале, ввиду того, что присоединились уже гистологические данные, пациент набрал 8 баллов диагноз, это очень высокая вероятность, это определенный аутоиммунный гепатит. Пациенту была назначена комбинированная терапия в 2012 году метипредом и азотиаприном 150 мг в сутки. Была достигнута через несколько месяцев биохимическая ремиссия. Пациент был переведен на поддерживающую терапию, однако, как я уже сказала ранее, для того, чтобы определить, в ремиссии пациент или нет, ему нужно было провести гистологическое исследование, которое было проведено повторно. И, соответственно, мы видим по биоптату выраженную динамику в отношении показателей активности и фиброза. В заключении, морфологический, хронический, очаговый, портальный гепатит низкой степени активности. Также на втором слайде логичная картина. Таким образом, диагноз у данного пациента аутоиммунный гепатит тип 1, анапозитивный, минимальная биохимическая активность, А1Ф0, а пометавир по данным биопсии, комбинированная терапия с 2012 года. Никаких нежелательных явлений, которые могли бы привести к отмене терапии или вынужденной коррекции дозы, у пациентов не наблюдалось. Рекомендовано динамическое наблюдение, продолжать терапию, контрольный осмотр через 6 месяцев. Таким образом, вашему вниманию был представлен доклад, состоящий из двух частей, информационная и клиническая, для того, чтобы, во-первых, осветить все современные подходы на данный момент для лечения данной патологии, диагностики данной патологии, показать, как они отличаются на данный момент, допустим, от той стратегии, которой мы придерживались в 2012 году, и также осветить вопрос в данном случае не самого удачного введения пациента и последствий. Спасибо за внимание. Спасибо. Я все-таки хотел бы, чтобы вы старались к блиц-разбору. Блиц-разбору. Но позвольте себе, наверное, не задавать вопросы, с учетом все-таки лимита времени. Вы не возражаете. Я вначале, секунду, не представил, во-первых, председателя, как это традиционно требуется, Елена Владимировна Веницкая, доктор медицинских наук, заведующая отделением хронических заболеваний печени, Московский клинический центр. Еще раз, у нас один вопрос из председателя. Так это было традиционно. Но так как вы на первом симпозиуме отсутствовали и не знали этих правил, поэтому мы вам разрешим задать. Но только очень быстро, потому что у нас лимит, и все лекторы, все очень-очень любят поговорить, как вы видите. Такая научная закваска. Пожалуйста, у вас вопрос. Микрофон, секундочку, секундочку, секундочку. Добрый день, Казань. Вопрос. Место будусанида в лечении аутоиммунного гепатита, в том числе, возможно ли было назначение будусанида в представленном вами случае при достижении, естественно, ремиссии? Очень короткий ответ, пожалуйста. Место будусанида в лечении аутоиммунных гепатитов доказанное и целесообразное. Мы не применяем будусанид в том случае, если очень высока активность гепатита в качестве монопрепарата, делаем выбор в пользу системных глюкокортикостероидов и в отношении выраженного фиброза. То есть когда ФС4, когда у пациента уже наблюдается определенное, прогрессирование заболевания, также это невозможно. Назначение будусанида в данном случае было возможным на первом этапе, когда не было необходимости уже в комбинированной более интенсивной терапии. Спасибо. Позволю себе все-таки дискуссию перенести либо на конец, либо в кулуары. И, Виталий Александрович, огромное спасибо. Еще раз поблагодарим выступающего. И продолжим реализацию повестки сегодняшнего дня. Второй доклад от группы авторов «Пациент со сцитом алгоритм диагностики и дифференциальный диагноз». Еще раз, буду безжалостен. Время, пожалуйста, иначе нас отсюда другие выкурят. Пожалуйста, Московский клинический центр, опять же, отдел гипотологии. Палухина Анастасия Владимировна, пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, уважаемый президиум, позвольте вам представить доклад на тему «Пациент со сцитом. Алгоритм диагностики и дифференциальный диагноз». В первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что с проблемой сцита может столкнуться врач в любой специальности. Хотя, конечно, в первую очередь это проблема гастроэнтерологов. В 80% случаев причиной асцита является суроз печени. На втором месте по частоте идут онкологические заболевания, далее смешанная патология и другие причины. В данной презентации мы хотели бы представить три коротких клинических случая пациентов с асцитом различной теологии, а также продемонстрировать современные возможности ранней диагностики осложнений. Итак, первый клинический случай. Пациент 58 лет. Изнанамно заизвестно, что пациент страдает хроническим гепатитом С с 2006 года. Противовирусная терапия больному не проводилась. И также он не отрицает злоупотребление алкоголем в течение более чем 10 лет. При обследовании обращал на себя внимание выраженный отечно-статический синдром и желтуха, лабораторное минимальное повышение трансаминаз и умеренный холестатический синдром, который проявлялся в повышении билирубина до 100. А также выраженный синдром гепатодепрессии, снижение альбумина до 25, протрамбина до 35. При повторных анализах асцитической жидкости данных за спонтанный бактериальный перитоник получено не было. Также не было выявлено элементов злокачественного новообразования. Однако обращал на себя внимание значительное повышение уровня альфа-фетопротеина более 300 единиц на миллилитр. При проведении компьютерной томографии с контрастированием были получены признаки гепатоцеллюлярного рака и признаки канцероматоза брюшина. Таким образом, диагноз пациента представлялся как цирроз печени, смешанная теология, ажи-цв-плюс элементарный, с трансформацией в гепатоцеллюлярную карциному, канцероматоз брюшина и осложнением топортальной гипертензии и асцит второй степени. На данных слайдах мы видим данные компьютерной томографии. На границе четвертого и восьмого сегментов печени мы видим гиперваскулярную структуру. В артериальную фазу наблюдается быстрое вымывание контраста, что является характерным признаком гепатоцеллюлярного рака. Хотелось бы отметить, что при лечении данного пациента были получены изначально неплохие результаты около трех месяцев назад в виде купирования отеков и значительного уменьшения асцита. Однако на сегодняшний момент пациент находится на лечении в ЦРБ по месту жительства и получает терапию максимальными дозами диуретических препаратов, а также препаратами альбумина. Но, несмотря на это, у него диагностирован резистентный асцит третьей степени. Таким образом, мы можем говорить о данном пациенте при соединении метастатического компонента. Второй клинический случай. Пациентка также 58 лет, больна с мая до 2015 года, когда стала отмечать дискомфорт и боли в правом подреберье и значительное увеличение живота в объеме, а также снижение веса. При обследовании по месту жительства больной был диагностирован острый калькулезный холецистит. При попытке оперативного лечения развилось кровотечение из варикозно расширенных вен желчного пузыря. При дальнейшем обследовании было выявлено варикозное расширение вен пищевода третьей степени и значительный асцит. Больной был поставлен диагноз с рост печени неуточненной теологии, и она была направлена на дообследование. При обследовании обращала на себя внимание тромбоцитопения тяжелой степени. Однако синдрома гепатодепрессии в биохимическом анализе крови выявлено не было. При проведении фиброэластометрии печени у пациентки минимально выраженный фиброз. Таким образом, диагноз цирроза печени у больной не подтвердился. И при дальнейшем обследовании на компьютерной томографии была выявлена картина окклюзионного тромбоза воротной вены, селезеночной вены и нижнебрыжейчной вены. Вены уже с явлением мероканализации. Таким образом, диагноз данной пациентки звучал как внепеченочная форма портальной гипертензии, окклюзионный тромбоз воротной, селезеночной и нижнебрыжейчной вен. И осложнение – это варикозное расширение вен второй степени, вен органов брюшной полости, спленомегалия, гиперспленизм, тромбоцитопения тяжелой степени и асцит. На данном слайде мы видим, показан стрелочкой, тромботические массы в стволе воротной вены. Хотелось бы подчеркнуть, что у данной пациентки наблюдалось снижение степени ВРВП с третьей до второй, а также значительное уменьшение асцита в течение нескольких месяцев, что является характерным признаком для данного диагноза. То есть по мере реконализации и развития коллатералей явление портальной гипертензии у больной регрессировали. Здесь хотелось бы отметить, что далеко не всегда асцит предполагает наличие у больного цирроза печени, как мы видим из второго примера. Асцит может возникать при таких заболеваниях, как новообразование, лимфомы, первичные мезотелиомы и другие. Болезни брюшина – это метастатическое поражение брюшина, туберкулезное поражение, различные вторичные перитониты. Любые заболевания сердечно-сосудистой системы, приводящие к развитию хронической и сердечной недостаточности, могут проявляться выраженным отечно-асцитическим синдромом. И другие болезни, такие как опухоли кисты яичников, например, синдром Мейкса, образование поджелудочной железы, системные заболевания, такие как саркоидоз, системная красная волчанка и другие. И короткий третий клинический случай – это демонстрация диагностики осложнений асцита, спонтанный бактериальный перитонит. Пациент с диагнозом цирроз печени в смешанной этиологии, HCV плюс элементарный, в клинических данных за какую-то воспалительную реакцию спонтанный бактериальный перитонит у больного не было. Однако при проведении анализа статической жидкости обращала на себя внимание снижение уровня белка до 6 грамм на литр, что уже само по себе является фактором риска спонтанного бактериального перитонита. И при невысоком цитозе 210 клеток на микролитр был получен рост микрофлоры, выделен энтеробактер клоаки. Таким образом, у данного пациента был диагностирован спонтанный бактериальный перитонит, низконитерофильный, культуропозитивный вариант. Хотелось бы отметить, что для точного установления диагноза необходимо соблюдение определенного диагностического алгоритма. Из инструментальных методов наиболее чувствительным в отношении жидкости в брюшной полости являются ультразвуковые исследования. Биохимические, другие лабораторные анализы, инструментальные и подробные анамнезы, направлены на установление этиологии асцита и исключение других каких-то сопутствующих заболеваний, помимо заболевания печени. И важную роль играют такие специальные методы обследования, как диагностический парацинтез, который проводится во всех случаях впервые выявленного асцита, при асците второй и третьей степени, ухудшении состояния пациента и осложнении цирроза печени. При проведении анализа астетической жидкости следует обращать внимание на наличие атипичных клеток, которые выявляются при гепатоцеллюлярном раке, метастазах в печень и брюшину. На уровне альбумина повышенный уровень глюкозы может наблюдаться при перфорации полого органа, при онкопатологии. Оценка уровня амилаза необходима для дифференциальной диагностики с панкратогенным асцитом. Повышение уровня билирубина и триглицеридов возможно при перфорации билярного тракта. Важное значение имеет диагностика спонтанного бактериального перитонита, который можно диагностировать при повышении уровня нитрофилов более 250 клеток на микролитр в положительном росте культуры. А также, согласно рекомендациям Европейской ассоциации по изучению болезни печени, снижение уровня белка менее 15 г на литр является фактором риска спонтанного бактериального перитонита и уже само по себе требует назначения антибиотиков. Для практического применения важно оценить степень асцита, так как от этого зависит терапевтическая тактика. И отдельно хотелось бы остановиться на таком понятии, как резистентный асцит, который также требует определенных терапевтических подходов, а в первую очередь это рассмотрение вопроса о хирургическом лечении. Итак, резистентный асцит это асцит устойчивый к диуретической терапии, что подразумевает снижение веса пациента менее 800 г за четверо суток в случае использования максимальных доз диуретических препаратов. Это 400 мг спиронолактона и 160 мг форусемида. Также частые рецидивы асцита второй-третьей степени и развитие диуретикоассоциированных осложнений, наиболее грозным из которых остается гепатеринальный синдром, который проявляется в виде нарастания почечной недостаточности. И такой диагноз может быть установлен при повышении уровня креатинина более 133 микромоль на литр, наличие циррозы печени с асцитом и отсутствие других причин для развития почечной недостаточности, таких как гиповолемия, шок, прием нефротоксичных препаратов и исходное заболевание почек. И отдельно хотелось бы остановиться на таком патогенетическом средстве терапии эстетического синдрома, как препараты альбумина. Согласно рекомендациям Американской ассоциации по изучению болезни печени, выживаемость пациентов, получавших 25 г альбумина еженедельно в течение года, была достоверно выше, нежели у пациентов, получавших только диуретическую терапию. Проведение объемного процентеза также требует применения альбумина в дозе 8 г на 1 литр эвакуированной жидкости. И выживаемость пациентов при гепатеринальном синдроме также выше при использовании препаратов альбумина. На данном слайде представлен чуть подробнее режим дозирования альбумина при различных клинических состояниях. При неосложненном отечно-эстетическом синдроме, рефракторном асците и диуретико-ассоциированных осложнениях альбумин применяется в дозе от 40 до 100 мг в сутки до разрешения осложнений, купирования асцита либо нормализации уровня альбумина. При таких осложнениях, как спонтанный бактериальный перитонит и гепатеринальный синдром альбумин дозируется следующим образом. Первые 2 дня по 1,5 г на 1 кг массы тела в сутки и начиная с 3 дня по 1 г на 1 кг массы тела в сутки до разрешения осложнений. Уважаемые коллеги, хотелось бы еще обратить внимание на то, что более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте, на котором представлены современные информации о методах диагностики и лечения заболеваний печени. Спасибо за внимание. Анастасия, вы сэкономили нам 5 минут. Практически мы будем наверстывать. Кому угодно задать один вопрос. Синдром асцита, 3 клинических случая. Не будем напрашиваться. Спасибо. И объявляю следующий доклад. Напомню, что у нас блиц. Блиц-разбор. Пожалуйста, трудный пациент гепатологического профиля, аминодоз печени, подводные камни диагностики, группа авторов. И докладывает старший научно-отрудник отдела гепатологии Сандлер Юлия Григорьевна. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте напомнить. Амилоидоз – редкое заболевание и трудно диагностируется. Распространенность насчитывается от 1 до 5 на 100 тысяч человек в год. Но прежде всего, позвольте напомнить, что амилоидоз – это заболевание, нарушение белкового обмена, которое характеризуется появлением аномального фибриллярного белка и отложением его в тканях и органах. Амилоидоз характеризуется тем, что обнаружить его можно с помощью селективной окраски конга красным, а также при двойном лучепреломлении в поляризованном свете. Тип амилоидоза классифицируется на основании специфичности белка. Кроме того, тип амилоидоза определяется системно-генерализованным или же локальным отложением белка. Первичный или АЛ-амилоидоз, о котором сегодня пойдет речь, является наиболее частой формой и относится к плазматическим дискразиям. И при АЛ-амилоидозе амилоидогенными белками являются легкие цепи иммуноглобулинов. И позвольте клинический разбор. Пациент 54 года поступил к нам в отделение 2 ноября 2015 года. В жалобах преобладал астенический синдром и небольшой диспевсический синдром. И за нам не заизвестно, что в октябре 2015 года он попал в клиническую больницу 52 с желудочно-кишечным кровотечением. При этом, по данным гастроскопии, у него было выявлено варикозно-расширенные вены пищевода. При дообследовании по компьютерной томографии была выявлена гипотомигалия и было подозрение на тромбоз то ли воротной, то ли печеночной вены. И с диагнозом синдрома Бадо-Киари под вопросом варикозно-расширенные вены пищевода, осложнившиеся кровотечением, он был выписан и направлен к нам в Московский клинический центр. Дополнительно из-за анамнеза алкоголя пациент не употребляет, семейный анамнез без особенностей, а также был перелом грудного позвонка в мае 2015 года. При объективном осмотре в целом, как вы видите, без особенностей, незначительная пастозность лица, отеков нет. И объективно также определялась увеличенная печень плотной консистенции за счет левой доли. Селезенка не пальпировалась. Лабораторные данные. Небольшой тромбоцитоз, мезенхимально-воспалительный синдром, синдром цитолиза, синдром холестаза, гипопротеиномия, гипоальбуминомия, в моче протеинурия, суточная протеинурия также определялась, маркеры вирусных гепатитов отрицательная, коглограмма нормальная. По инструментальным анализам электрокардиограмма без изменений, по данным ультразвукового исследования также подтверждалась гепатомигалия, данных за портальную гипертензию воротная, селезеночная вена и селезенка нормальные. По гастроскопии варикозно-расширенных вен пищевода нет, эрозивный эзофагит третьей степени. Фиброэластометрия, посмотрите, очень плотная печень, соответствует F4. Итак, что же мы наблюдаем у нашего пациента? Астенический синдром, синдром холестаза, гепатодепрессия, цитолиза, мезенхимально-воспалительный синдром, выраженная гепатомигалия без достоверных признаков портальной гипертензии. Практически нефротический синдром без отеков, есть эрозивный эзофагит. С чем же мы решили дифференцировать? Ну и прежде всего, на первое место все-таки здесь сыграла значение и интуиция лечащего доктора, и несмотря на редкость амилоидоза, но в 2015 году это уже был второй случай в нашем центре. Все-таки на первое место это плазмоклеточные дискразии и прежде всего амилоидоз, хотя наличие синдрома холестаза не исключало аутоиммунное поражение печени, а также, помните, по данным КТ подозрение на тромбоз, поэтому синдром Бадекиари. Соответственно, план обследования. Пациент подписал согласие на проведение пункционной биопсии печени и во время гастроскопии была взята биопсия с 12-перстной кишки, также была проведена ректроманоскопия, при окраске конго-красном отложении амилоида не было обнаружено, рентгенография костей черепа не дала признаков за множественную мейлому, иммунологическое исследование крови показало изменение в снижении иммуноглобулина в G, было проведено иммунохимическое исследование белков, сыворотки и мочи, которое показало обнаружение свободных цепей капа и лямбда, повышение бета-2 макроглобулина. Моноклональные секреции не выявлены. И данное иммунохимическое исследование свидетельствует действительно, что у пациента имеются данные за амилоидоз, а именно АЛ-тип, о чем свидетельствует наличие свободных легких цепей. И, наконец, мы получили данные пункционной биопсии печени. И вы видите, вокруг портальных трактов, центральных вен, небольшие скопления гепатоцитов с признаками выраженной дистрофии. Гепатоциты 2-й зоны адсунуса разрушены, и пространства между ними заполнены плотными, беструктурными и азинофильными массами. И при окраске конго красным масса окрашивается интенсивно оранжевый цвет. При изучении поляризованном свете дают зеленую метахромазию и заключение амилоидоз печени. Таким образом, заключительный диагноз на основании полученных всех имеющихся данных первичный, генерализованный или системный амилоидоз с поражением печени. И мы предполагаем, что и почек, имея в наличии нефротический синдром, и с учетом этого пациента мы направляем в 52-ю больницу нефрологическое отделение на дообследование. Дальнейшие данные нам были предоставлены любезно врачами 52-й клинической больницы. При дообследовании у пациента подтверждена суточная протеинурия 5,65 г в сутки белка. По данным УЗИ небольшие изменения кортикомедулярного слоя в почках. Далее, азотовыделительная функция почек не нарушена. Была проведена пункционная биопсия почек, которая подтвердила при окраске конго-красным АЛ-амилоидоз, потому что также были подтверждены наличие лямбда легких цепей иммуноглобулинов. Также пациенту была проведена трепанобиопсия подвздошной кости для исключения множественной мейломы, которая подтвердила, что у пациента АЛ-амилоидоз плазматические клетки составили до 10%. Таким образом, далее пациенту проведены дополнительные иммунологические исследования, которые также подтвердили снижение иммуноглобулинов GAM, то есть подтвердили снижение всех типов моноклональную гамма-патию, электрофорез белковых фракций также подтвердил. Ну и также провели пациенту исследование на изменение содержания железа, потому что в данной группе пациентов также изменяется, часто изменяется и обмен железа. Данному пациенту проведено эхокардиографии, так как очень часто у данной группы пациентов 20% случаев в дебюте заболеваниях изменения касаются и сердца, и у данного пациента нарушения по, как вы помните, электрокардиограммы вообще не было выявлено, а по данным эхокардиографии было нарушение функции диастолического расслабления миокарда и незначительной симметричной гипертрофии миокарда левого желудочка. Таким образом, диагноз при дообследовании в нефрологическом отделении первичный генерализованный АЛ-амилоидоз поражением печени и почек, нефротический синдром, хроническая болезнь печени, но функция почек не нарушена, так как 94 мл в минуту выделения функция выделения креатинина это нижняя граница норм. В настоящее время пациент в гематологическом центре больницы имени Боткина проводится уже третий курс полихимиотерапии Вилкейдом и Алкераном с последующим контролем иммунохимического анализа белков, сыворотки, крови и мочи. Таким образом, что хотелось бы сказать в заключении, трудности диагностики амилоидоза в рутинной практике терапевта действительно существует. Во-первых, из-за редкой встречаемости данной патологии амилоидоз на начальных своих проявлениях имеет очень стертые и неяркие проявления, в основном это астенический синдром и похудание, и разнообразную клиническую проявление на поздних стадиях. Диагностика амилоидоза проводится с учетом клинической картины и проводится прежде всего на основании морфологических исследований, проводится на основании окрашивания препаратов конго-красным и с микроскопией в поляризованном свете. Для скрининговой диагностики необходимо одновременное проведение метода электрофореза иммунофиксации крови и суточной мочи для определения уровня свободных легких цепей иммуноглобулинов. Кроме того, подсчет плазматических клеток и окраска пунктата на амилоид при трепанобиопсии позволяет диагностировать амилоидоз и диагностировать и дифференцировать первичный и ассоциированный с множественной миломой амилоидоз. Ранее, до 70-х годов, амилоидоз считался фатальным заболеванием и средняя продолжительность жизни не превышала 5 месяцев. Появление новых препаратов и использование высокодозной терапии с милфоланом в сочетании особенно сейчас последнее время аутологичных стволовых клеток повысили выживаемость больных до 5 лет в случаях именно ранней диагностики данного заболевания. Поэтому в данном случае мы будем продолжать следить за нашим пациентом и благодарю за внимание. Спасибо. Еще один спикер сэкономим 5 минут. Если можно мы все-таки оставим вопросы если возможно будет на конец симпозиума. Уважаемые коллеги слово для следующего доклада болезнь ГАШИ трудный диагноз в практике гастроэнтеролога предоставляется профессору Бакулину Игору Геннадьевичу. Спасибо. Спасибо, Лина Владимировна. Все хорошо слышно. Еще раз всем доброе утро. Постараюсь также быть последовательно в качестве примером уменьшения и сокращения своего доклада и того же желаю всем остальным. Уважаемые коллеги, как вы видите с автор моего доклада Лина Александровна Лукина профессор представляет и является зав. отделом гематологического научного центра Министерства здравоохранения Российской Федерации. И эта презентация навеяна тем случаем, который также встретился в нашей практике совместной. Ну и соответственно с чего я хотел начать. Посмотрите, пожалуйста, я думаю, что здесь просвещенный взгляд гастроэнтеролога, даже не говорим слово гепатолога, гастроэнтеролога, либо терапевта. Четыре, пять здесь основных синдромов. Конечно, здесь можно сказать интриги не получилось. Не получилось интриги. Пятая рубрика расставит где-то или как-то уведет в сторону. Но первые четыре, давайте представим, первые четыре, она имеет ромоцитопения, гепатой и спленомегалия. Это тот, наверное, квартет, когда гепатологи или гастроэнтерологи чаще всего могут встретить у пациента с террозом печени. И появление острой или хронической боли в костях, но это там может быть несколько из ряда вступающей или выходящей ситуации, которая может натолкнуть на другие мысли. Я далек от мысли, что в названии доклада вы не прочитали или не увидели того, можно сказать, кровоугольного фамилии или того термина, который, наверное, будет вас уже наталкивать на диагноз. Но тем не менее, обратите внимание, клинический случай первый, женщина с 46-го года рождения, в детстве гепатосипленомегалия, может быть, пока не полный квартет, тот, о котором мы говорили, диагноз ставит хронический криптогенный гепатит, в 22 года с учетом спленомегалии удаляет селезенку, дальше в 26 лет ставит цирроз печени, опять же, криптогенный, и практически 30 лет, даже больше 30 лет она идет с диагнозом цирроз печени. Тот, кто знает, 30 лет с циррозом печени, но это, наверное, та ситуация, которая, наверное, встречается лишь в наших мечтах. Но тем не менее, здесь ни у кого из докторов не закралось, можно сказать, сомнений, и она наблюдалась, еще раз повторюсь, с диагнозом цирроз печени. Дальше что? А дальше, в 2004 году, все-таки, после появления других симптомов, в частности, анемия, кровоточивость на фоне тромбоцитопении, пациентка попадает уже к гематологам, и после соответствующего исследования с тернальной и трепанной биопсией выявляет клетки ГАШЕ, и в возрасте 58 лет, представьте, какой у нее анамнез богатый, ей устанавливается диагноз болезнь ГАШЕ. Итак, болезнь ГАШЕ, состояние пленоктомии, поражение печени, костно-станой, вот таким образом выглядит полный диагноз, ну и, соответственно, в 2006 году это то время, когда, может быть, пока запомните, когда стало возможно таким пациентам проводить терапию, причем не только адресную, но и не только эффективную, но и она носит название заместительно-ферментная терапия. И что у нее, посмотрите, пожалуйста, 2006 год и 2007 год, то есть после года терапии, каким образом, как разительно меняется клиническая и лабораторная составляющая, печень плюс 16, и тут же идет ее резкое снижение за год терапии, гемоглобин 60-80 в процессе, да, в течение, и практически идет значительное улучшение до показателя, улучшаются показатели и маркеров холестаза. Итак, еще раз, ну вот, может быть, надо было начать с этого, какой, какую возможность заболевания вы бы поставили вообще пациенту вот с таким, с таким набором симптомов, и мы видим, что в данной ситуации, в данной ситуации спектр заболеваний, который может быть установлен таким пациентом, достаточно широк, ну и чаще всего, чаще всего пациенты с болезнью ГАШ как раз и демонстрируют в анамнезе заболевание крови, которое устанавливается таким пациентом, в частности, ликос, лимфома, ну и другие, в частности, как вот в нашем случае, хронический гепатит или цирроз печени. Буквально несколько слов о теоретических моментах, что такое болезнь ГАШ это лизосомная болезнь накопления, целая группа, целая группа таких заболеваний известна, в частности, болезнь ФАБРИ, может быть, один из аналогов, ну, в частности, в разных, в разных, при разных заболеваниях, соответственно, разный дефект разных ферментов. Итак, в случае болезни ГАШ это наследственная ферментопатия дефицита бета-глюкоцереброзидазы, и этот дефект этого гена приводит к тому, что не происходит, не происходит, соответственно, паттос макрофагов, и они накапливаются и приводят гепатез с пленами галии, ну и к тем симптомам, о которых мы уже сказали. Говоря о диагностике болезни ГАШ, обратите внимание, клиническая составляющая, это в первую очередь, как мы уже и говорили, спленами галии, гепатами галии, в разных случаях, в разных указанных пациентов, это может быть выраженность, понятно, индивидуальная, анемия, тромбоцитопения, ну и вот те моменты, которые в большей степени как раз отличают такого пациента от пациента, типичного пациента с циррозом печени, это костная боль, костные кризы, и обратите внимание, это то, что может отличать наших пациентов. Ну и вот собственные данные, в том числе нашего садокладчика, вот такая селезенка при болезни ГАШ с пленами галии, в случае с пленоктомией, компенсаторную функцию в этой ситуации, такую патологическую, назовем ее в кавычках, берет на себе печень, и, соответственно, может такая быть гепатомегалия, либо и то, и другое. Ну и еще раз типичные проявления болезни ГАШ, синдромальная, так, спленок гепатоспленомегалия, цитопения и поражение костей. При всем при этом в разной степени могут быть выражены и лабораторные проявления, об этом мы уже тоже сказали, и обращаю ваше внимание, что маркеры холестаза, маркеры цитолиза выражены незначительно, как правило, не встречается с синдромом гепатодепрессии. Елена Вадимовна, вы мне поправляйте или скажите, когда 10 минут, хотя бы, чтобы было. Клетки ГАШ в биоптате печени, как правило, сегодняшние гематологи не пунктируют печень, и, тем не менее, ну, скажем, с академическим интересом такого рода исследования могут проводиться. Краеугольным камнем является энзимодиагностика, обратите внимание, выявление, соответственно, дефекта, да, или снижение синтеза фермента, бета-глюкозидазы. Здесь представлены, в том числе, и телефоны, где, кстати говоря, выполняются эти исследования бесплатно. Я думаю, что это нашим в Москве, те, которым такие пациенты интересны, могут, соответственно, эти координаты запомнить. Ну, и, наконец, к терапии. Я еще раз говорю, у нас симпозиум БЛИЦ-разбор. К терапии, то, что мы уже сказали, да, ферментная заместительная терапия, которая появилась не так давно, но, тем не менее, эти пациенты, во-первых, получают терапию бесплатно по программе 7-нозологий, и препаратом выбора на сегодня является, соответственно, ВЕЛА-глюкозидаза-альфа. И самое главное, что на сегодня та терапия, которая проводится, она достаточно не только эффективна, но и безопасна. При этом форма парантеральная, как видите, но и обсуждается вопрос, как долго проводить такую терапию. В том числе на сегодня имеющимися средствами обсуждается возможность проведения терапии, соответственно, пожизненно. Ну и, в частности, еще одна иллюстрация, да, какова динамика, динамика тоже самой увеличенной селезенки до и после проведения терапии. Я думаю, что это не только улучшение качества жизни, это возврат пациентов, возврат пациентам не только в социальную сферу, но и, я бы сказал, в полноценную жизнь. Таких пациентов в гематологическом центре достаточно много, ведется регистр, и, я думаю, и знаю, что наши гематологи также сотрудничают с гематологическим научным центром и набираем совместный клинический опыт. В качестве заключения, еще раз, клиническая, лабораторная картина таких пациентов, функциональные показатели печени, достаточно часто могут ввести клиницистов в заблуждение, как мы видели на том примере, о котором мы говорили. Но, тем не менее, если помнить о таком заболевании, как болезнь ГАШЕ, со своим симптомокомплексом мы сможем не только правильно и своевременно на сегодня поставить диагноз, но и, соответственно, оказать адекватную терапию, которая позволит не только улучшить качество жизни пациента, но и позволит социально пациенту быть адаптирован. Это тот заключительный слайд, который предполагается, который должен у вас сосесть где-то как-то в подкорке о том, что на этом сайте будут вывешены. И все презентации наши, не только сегодняшнего мероприятия всего, а не отдельно взятого симпозиума, но и другие новости, другие научные достижения из области гипотологии, как нашего центра, так и мировые, будут там представлены. Спасибо за внимание. Удалось ли мне сэкономить время? Вполне спасибо. Спасибо. Тогда я с удовольствием передаю вам слово. Еще раз, Елена Владимировна Веницкая, доктор медицинских наук. Елена Владимировна, микрофон, пожалуйста. От группы авторов болезнь Вильсона, Коновалова. Мы, видите, как болезни, те, которые в гастронтерологии достаточно вроде как часто распространены, но не так часто встречаются в клинической практике. Поэтому, пожалуйста, упущенные возможности своевременной диагностики и адекватной терапии. Вы знаете, иногда лектор, особенно с опытом, готов читать лекцию даже без слайдов. Иногда так случается. Знаете, отрубается, что называется, или выключается полностью аппаратура. Я знаю многих лекторов, вернее, не многих лекторов, которых эта участь не миновала, но они с честью выдержали. Я думаю, Лена Владимировна, еще минутку подождала и тоже бы с тобой рассказать. Уважаемые коллеги, уважаемый Игорь Геннадьевич, разрешите представить вашему вниманию клиническое наблюдение, которое позволит раскрыть трудности диагностики такого заболевания, как болезнь Вильсона. Мы наблюдали пациентку 25 лет, которая поступила в наш стационар с жалобами на слабость, увеличение живота в объеме, кровоточивость десен, увеличение массы тела, угревую сыпь. Следует сказать, что до конца июня 2015 года она чувствовала себя вполне удовлетворительно, когда после длительного пребывания на солнце у нее появились боли в суставах, поднялась температура до фибрильных цифр. Неделю она, не обращаясь к врачам, лечилась самостоятельно, принимала жаропонижающие средства, в том числе парацетамол. Через неделю у пациентки развелась интенсивная желтуха и она была госпитализирована в инфекционную больницу, где были исключены вирусные гепатиты и лептоспироз. Через два дня пациентка госпитализирована в терапевтический стационар республиканской больницы. При поступлении по данным выписки у нее отмечалась высокая гипербелирубин билирубин достигал 572 микромолей на литр как за счет прямой, так и непрямой фракции. Следует обратить внимание, что показатели цитолиза были очень низкими для такого уровня билирубина. Отмечалась кауглопатия, протрамбиновое время 40 секунд, протрамбиновый индекс 26, обращала внимание анемия 87 грамм на литр. В стационаре проводился дифференциальный диагноз между лекарственным гепатитом и аутоиммунным гепатитом в фосфолминантном течении. Было проведено исследование аутоантител. Из всех исследованных антител аутоиммунных было выявлено повышение антигенов к антигенам микросом печени и почек. Однако это повышение было невысоким, составляло 23,8 единиц по отношению к норме 20. Был диагностирован врачи остановились на диагнозе аутоиммунный гепатит в фолминатное течение и назначили классическую иммуносупрессивную терапию. Был назначен тренизолон в дозе 60 мг по нисходящей схеме с присоединением азотиаприна в дозе 100 мг. На протяжении следующих почти двух месяцев состояние больной в целом относительно улучшилось. Уровень пилирубина снизился до 35 мкм на литр. Протромбиновый индекс поднялся до 36%, но в целом пациентка прибавила в весе до 10 кг. По данным УЗИ появились признаки портальной гипертензии, развился асцит, появилась тромбоцитопения и выраженная гепатодепрессия. Альбумины составили 23 грамма на литр. Состояние было расценено как цирроз печени в исходе острого аутоиммунного гепатита, полностью все-таки врачи не отказывались и от варианта лекарственного гепатита. Диагностировано гормонозабисимое течение и кушенгуидный синдром. С этим диагнозом она была направлена к нам в отделение. При поступлении объективно состояние относительно удовлетворительное, сознание ясное, обратило внимание тремор верхних конечностей. Раньше таких признаков пациентки не было и сама на это внимание она не обращала. Питание избыточное ожирение по кушенгуидному типу, индекс массы тела 29 кг на метр квадратный, субактеричность, склер, герсутин, геморрагическая сыпь в области молочных желез предплечий, периферические лимфатические узлы не увеличены, печень и селезенка не пальпируются, небольшой асцит. Со стороны органов дыхания и кровообращения патологических изменений не было отмечено. На слайде представлена фотография пациентки до болезни справа и тот облик, с которым она поступила к нам в отделение. Нами проводился дифференциальный диагноз между аутоиммунным поражением и болезнью Вильсона-Коновалова. Следует напомнить, я позволю себе, что болезнь Вильсона-Коновалова это наследственно обусловленное аутосомно-рецессивное заболевание, которое развивается в результате нарушения экскреции меди из печени с желчью и приводит к изменениям в печени и головном мозге, клинически характеризуется поражением печени и нервно-психическими расстройствами. По данным лабораторных исследований при поступлении отмечалась тромбоцитопения. Из всех биохимических показателей крови, которые исследовались ранее, выраженным была гипоальбуминемия 23,4 грамм на литр, гипопротеинемия. Остальные показатели были лишь несколько повышены. Отмечалось умеренное повышение билирубина до 50 микромолей на литр и щелочной фосфатазы, которая ранее, как мы видели на предыдущем слайде, не повышалась. Отмечалось коглопоте, мы видим, что протромбин 22,7%, гипергаммоглобулины МИА 31%, тщательно были исследованы аутоантитела различными методами, однако повышение аутоантитела мы не выявили. С учетом тремора, который мы наблюдали у пациентки, нами проводился диагноз с болезнью Вильсена, и с этой целью был исследован обмен меди. Одним из показателей, которые мы изучили, это концентрация цирролоплазмина, которая у нашей пациентки была вдвое снижена с нормой. Следует сказать, что до 95 гомозигот болезни Вильсена концентрация цирролоплазмина составляет менее 20 мг на децилитр. Этот метод работает в 95% случаев. Однако, следует сказать, что до 50% больных с поражением печени показатели могут быть нормальными, что обусловлено тем, что цирролоплазмин является острофазовым белком и может маскироваться в этом случае результат. Кроме того, надо помнить, что снижение концентрации цирролоплазмина может быть обусловлено недостаточностью питания, нефротическим синдромом, энтеропатии и докомпенсацией цирроза. Также определялась концентрация циркулирующей меди, не связанной с цирролоплазмином. Свободная медь у нашей пациентки была вдвое выше, чем в норме. До лечения свободная медь по болезнению Вильсена, как правило, составляет более 250 микрограммов на миллилитр. Соточная экскреция меди с мочой один из наиболее доказательных методов, который позволяет правильно поставить диагноз. В нашем случае соточная экскреция была 168 по относительно нормы, которая составляет 125 микрограмм на сутки. В некоторых случаях может быть ложноположительный результат. Это имеет место при протеинурии. В нашем случае этого не было. определение кальция флейшера с помощью щелевой лампы. Это метод, который позволяет также верифицировать диагноз. Однако в нашем случае отложения меди в дециметовой оболочке радужки выявлено не было. Известно, что кальцо кальция флейшера может отсутствовать у молодых пациентов с поражением печени до 40%. Особенно если стаж болезни невелик, вернее, если у пациента еще не развился хронический гепатит, но существуют данные, что он имеется у всех пациентов с выраженной неврологической симптоматикой. Пациентка наша была консультирована неврологом, мы провели МРТ головного мозга, электроэнцефалографию, патологических изменений выявлено не было. Однако невролог, осмотрев пациентку, все-таки выставил диагноз гепатолентикулярная дегенерация, дрожательная форма. Мы отменили проводимую ранее терапию, было назначено лечение депенициламином, механизм действия которого заключается в образовании хилатных комплексов и введении медиа из организмов в дозе 250 и затем 500 миллиграмм и в сочетании с цинктералом это препарат, действие которого направлено на образование эндогентных хилатных комплексов в энтероцитах тонкой кишки, что препятствует всасыванию меди уже при ее поступлении в организм. На фоне течения заболевания в целом улучшилось. Мы отметили через два месяца у пациентки снижение веса на 10 килограмм, исчез тремор после короткого периода усиления, что в свое время не позволило нам превысить дозы назначаемого купренила. Нет признаков портальной гипертензии асцита, не появилось расширение вен пищевода при ультразвуковой эластометрии печени F3 пометавир, что соответствует фиброзу печени, но не циррозу. Отсутствует гепатодепрессия, альбумин составляет норму, повысился протрамбин до 68%, однако у пациентки обращают внимание на сегодняшний день лейкопения и тромбоцитопения, что может быть обусловлено токсическим действием на костный мозг купренила, который мы ей назначили. Ведется мониторирование свободной меди в сыворотке крови, суточной экскреции меди с мочой. На сегодняшний день пациентка у нас находится в стационаре, планируется дальнейшее наблюдение. Следует остановиться на том этапе обследования, когда имел место дебют заболевания. В литературе существуют данные, которые указывают на особенности диагностики болезни Вильсона, которые манифестируют фульминатным гепатитом. Ряд авторов указывают, что, как правило, можно отличить сечение болезни Вильсона от других по наличию неиммунной гемолитической анемии, возраст около 20 лет, отсутствие колец кайзера флейшера и часто снижена щелочная фосфатаза. Все эти четыре признака имели место в нашем случае. Существует также прогностический индекс для оценки фульминатного течения гепатита при болезни Вильсона. Они основываются на определении оценки билирубина, АСТ и протрамбинового времени. Когда мы ретроспективно оценили эти показатели, когда у нас билирубин был выше 300 АСТ менее 100 и протрамбиновое время 40,6 секунд, то при подсчете выяснилось, что пациентка имела уже 8 баллов, в то время как при фульминатной печеночной недостаточности при прогностическом индексе более 7 в течение двух месяцев показана трансплантация печени. Показания трансплантации печени входит естественно развитие фульминатной печеночной недостаточности, неэффективность терапии хилаторами медиа в течение нескольких месяцев у пациентов с циррозом, возникновение тяжелой печеночной недостаточности на фоне отмены терапии, на что особенно следует обратить внимание как докторов так и пациентов, прогрессирующие и необратимые неврологические нарушения. Лечебный эффект трансплантации печени основывается в том, что пересаженная печень обладает нормальной физиологической способностью выводить мед и приводит к выздоровлению. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Ирина Владимировна. И у нас остался один доклад. Я благодарен всем, кто все-таки позволяет регламент довести до оптима и не буду в этой ситуации тратить время. Данил Леонидович Ротин и также Марус Александр Ирина Анатольевна. Извините, пожалуйста. Екатерина Анатольевна, группа авторов с докладом, в первую очередь, представляющим мультидисциплинарность нашего симпозиума. Группа авторов представляет морфологическую составляющую нашего диагностического крыла с докладом, посвященном дифференциальной диагностике очаговых поражений печени при хронических вирусных гепатитах. Пожалуйста. Спасибо, Игорь Геннадьевич. Спасибо, дорогие коллеги, за внимание. Хотелось бы привлечь внимание к трудностям, которые испытывает морфолог, да и клиницист в дифференциальной диагностике очаговых поражений новообразования печени, преимущественно при хронических вирусных гепатитах. В двух словах хотелось бы остановиться в первую очередь на двух позициях. Это хронический гепатит B и хронический гепатит C, которые приводят, как правило, к циррозу и в дальнейшем к, в частности, гепоцеллюлярному раку. Так, у пациентов с хроническим гепатитом B риск развития гепоцеллюлярного рака составляет более чем в 100 раз выше, чем у неинфицированных лиц. А при гепатите C у таких пациентов гепоцеллюлярный рак развивается как правило до 5% пациентов в течение года после его диагностики, после диагностики цирроза, которая развивается через 20-30 лет у 10-20% пациентов. Однако, хочется обратить ваше внимание, что хронические вирусные гепатиты считаются этиологическими факторами для развития гепатоцеллюлярного рака. А потенциальными факторами для развития вирусные гепатиты являются для развития холангиоцеллюлярного рака и бифенотипического рака, так теперь называется комбинированный рак, комбинированный гепатоцеллюлярный рак, холангиокарцинома. На двух следующих слайдах представлены данные онкологического центра, а именно отделение печени и поджелудочной железы. С 1991 года мы имеем очень большой опыт по резекциям печени. Здесь представлено почти 2000 пациентов. Из них 270 пациентов были прооперированы по поводу гепатоцеллюлярного рака. 154 пациента были прооперированы по поводу холангиоцеллюлярного рака. Именно эти нозологии нас интересуют в первую очередь. На фоне гепатитов было прооперировано порядка 42,2% пациентов, как с вирусным гепатитом В, С, С, так и комбинированные варианты. Тогда как при холангиоцеллюлярном раке пациенты с вирусными гепатитами составили менее 5%. В настоящее время за последние 5 лет проанализированы 64 пациента с гепатитулярным раком. И у всех этих пациентов мы изучаем прилежащую ткань печени. Так, у этих пациентов кроме цирроза были выявлены и различные степени фиброза, а иной раз фиброзы не было выявлено. И всю эту группу составляют пациенты именно с хроническими гепатитами, как В, так и С. Никаких достоверных данных в отношении степени фиброза и продолжительности жизни пока нами получено не было. Эти исследования продолжаются в настоящее время. В 2011 году были пересмотрены все характерные черты для основных диспластических изменений печени. Ранее они назывались дисплазиями, теперь они называются диспластическими фокусами, диспластическими узлами. И это все входит в состав так называемого гепатоканцерогенеза. Однако эта схема работает в первую очередь исключительно для развития гепатоцеллюлярного рака у пациентов, у которых уже сформировался цирроз печени. Для пациентов, у которых цирроз печени еще не сформировался, данная схема, по-видимому, не работает. Что же такое диспластические фокусы и диспластические узлы, и чем они отличаются между собой? В первую очередь они отличаются между собой размерами. Диспластические фокусы – это то, что можно увидеть только под микроскопом. Диспластические узлы можно увидеть и макроскопически. Как правило, они составляют более 1 см. Это достаточно сложная для диагностики патология, особенно для клинициста, так как диспластические фокусы иной раз трудно оценить и понять, все же это диспластические узлы или это уже начало гепатоцеллюлярного рака, то есть раннего гепатоцеллюлярного рака. В данном случае мы ориентируемся не только на морфологические данные, но и на клинико-рентгенологические данные. Морфолог в данном случае должен также работать в паре с клиницистом, потому как просто диагноз диспластического узла достаточно труден. На данных слайдах показаны фото диспластических фокусов, то есть это мелкие очаговые изменения. Как правило, они хорошо диагностируются в эксплантах. На прикор биопсиях печени – это очень тяжелая для диагностики патология. Диспластические узлы. На верхней картинке макроскопический узел. Диспластический узел может быть низкой или высокой степени злокачественности. Диспластический узел низкой степени злокачественности почти неотличим морфологически и вообще совпадает с так называемым регенераторным или макро-регенераторным узлом. На нижних картинках показаны микроскопические изменения в диспластических узлах низкой степени злокачественности, а слева обычный узел при микрондулярном циррозе. Что касается диспластических узлов и развития гепатоцеллюлярного рака. Это единственная работа, которую мы нашли, к сожалению, достаточно старая, но зато в ней проанализировано 33 пациента. Это очень много для такой достаточно редко встречающейся патологии, как диспластический узел, особенно для морфолога. Были проанализированы 33 пациента и выяснилось, что у 42% пациентов размеры и характеристики диспластических узлов фактически не изменяются. А малигнизация с развитием гепатоцеллюлярного рака происходит лишь у 12% пациентов. Надо сказать, что отношение к лечению и наблюдению диспластических узлов в разных клиниках различно. Как правило, это наблюдение. Однако в некоторых клиниках приходилось к радикальным мерам, то есть сразу оперировать. Это случай из нашей клиники, ранний гепатоцеллюлярный рак в открытой биопсии при микрондулярном циррозе. Рентгенологически выставлен диспластический узел, однако микроскопически, благодаря иммуногистохимическому исследованию, мы выставили диагноз ранний гепатоцеллюлярный рак. С определенной экспрессией маркеров, которые были нам подспорьем в данном диагнозе. Какие же это маркеры? Помимо иммуногистохимических, это группа маркеров, как правило, триада, глипекан-3, глютамин синтетаза и HSP70. И такая окраска, которая достаточно редко сейчас применяется, хотя по сравнению с иммуногистохимическим исследованием она очень бюджетна. Это окраска на ретикулиновые волокна. Какие же виды гепатоцеллюлярного рака и варианты гепатоцеллюлярного рака, которые встречаются именно при хронических гепатитах С и В? Это три самых распространенных варианта – ацинарный, солидный и тробикулярный. Иные варианты менее типичные – это ацинарный вариант, который преобладает в биоптате или операционном материале, светлоклеточный, скирозный. И достаточно часто встречающийся именно при циррозах печени диффузный циррозоподобный вариант, который выделен относительно недавно. Иначе он называется цирротомиметическим вариантом. Что касается дифференциальной диагностики между гепатоцеллюлярным раком и опухолевыми образованиями печени гепатоцеллюлярного генеза, к ним относится гепатоцеллюлярная аденома. Достаточно редко встречается при хронических вирусных гепатитах, однако забывать они тоже не следуют. И как раз тот самый комбинированный вариант или биофенотипический вариант рака. Почему его необходимо выделять? Как правило, он уже и микро- и макроскопический, один из вариантов, их всего четыре подтипа. Почему необходимо выделять? Потому как и течение, и лечение этого варианта резко отличается от гепатоцеллюлярного рака. Как правило, клиницисты и химиотерапевты воспринимают его уже как холангиоцеллюлярный рак. И течение его приблизительно такое же. Холангиоцеллюлярный рак. Самая сложная в диагнозе и в диагностике патология, несмотря на то, что это такой же первичный рак печени, однако если это низкодифференцированный вариант холангиоцеллюлярного рака, как в данном случае, это диагноз, который был выставлен после корбиопсии, здесь он особенной трудности не представлял, однако он представлял трудность именно для клинициста. Следующий вариант. Нам пришлось прибегнуть к ряду иммуногистохимических маркеров, таких как цитокератин-19 и муцин-1, и остановиться все-таки на диагнозе низкодифференцированного холангиоцеллюлярного рака. Какие же основные черты, свойственные холангиоцеллюлярному раку? Я думаю, что это патология, которая требует особого внимания и особой лекции. Это в первую очередь опухоль исключения, то есть диагноз должен включать не только наши морфологические методы и иммуногистохимические, но и клинические и визуальные, то есть морфолог в данном случае должен в первую очередь ориентироваться на клинику. Иммуногистохимический профиль, к сожалению, не специфичен. Он совпадает с опухолями как поджелудочной железы, так и верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Ряд маркеров, которые мы используем, мы всегда применяем именно в совокупности как с гистологической диагностикой, так и с клиническими и визуальными методами исследования. В заключении разрешите представить очень сложный случай, который мы наблюдали буквально осенью в онкологическом центре. Это пациент с солитарным узлом в печени. При корбиопсии был выставлен диагноз гепатсулярного рака или подозрение на него скорее. Далее пациент прооперирован. Было заподозрено вновь гепатсулярный рак, и только ряд иммуногистохимических маркеров указали на то, что это метастаз меланомы, причем из первично невыявленного очага. Метастаз беспигментной меланомы. Ни одно из исследований, ни ПЭТ, ни МРТ-исследования, так и не выявило, ни клиническое исследование, не выявило первичного очага. Возможно, это первичная меланома, а возможно, это все-таки просто метастаз меланомы, которая из первично невыявленного очага. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Ирия Анатольевна, огромное спасибо за тот доклад, может быть, за ту жирную точку в наших симпозиумах, которые были посвящены действительно тем редким, тем сложным, трудным случаем дифференциальной диагностики в практике гастроэнтеролога, в практике гепатолога, в практике в том числе и терапевта. Огромное спасибо. Я попросил поблагодарить, наверное, в лица всех участников двух симпозиумов. Но прежде чем объявить финал, мне бы хотелось сказать, что вы все слышали тема, которая была заявлена, это хронические вирусные гепатиты В и С. Это такой мостик в следующую, в несколько следующих симпозиумов, круглых столов. Поэтому я призываю вас, посмотрите на прогноз погоды. Там идет снег, там идет дождь, не ходите, оставайтесь в нашем зале и в тех залах, которые будут посвящены вопросам гепатологии. Спасибо.